В сегодняшнем Евангелии, братья и сестры, мы слышали историю о богатом юноши. Он подошел к Спасителю и сказал, добрый учитель, скажи мне, что мне сделать, чтобы получить жизнь вечную. И мы слышали из Евангелия, что Господь сказал, почему ты называешь меня добрым? Никто не есть добрым в этой жизни, как только сам Господь. Но если ты хочешь спастись, пойди домой, продай все свое имение, возьми крест свой и иди за мной. Этот юноша очень опечалился, потому что имел очень большое имение. И вот когда все увидели это, что он с печальным лицом повернулся и ушел от них, то Господь сказал, трудно спастись богатому человеку. Легче верблюду пройти через ушко иголки, нежели богатому войти в Царство Небесное. И тогда сказали ученики, Господи, кто же тогда может спастись? И Господь ответил, это невозможно для человека, но для Бога все возможное. Дорогие братья и сестры, слушай, я в этой Евангелии говорю, это не означает, что все богатые люди пойдут в ад. Это неправда. Или все мы должны быть бедными, чтобы заслужить Царство Небесное. Господь хочет, чтобы жизнь наша была радостная, чтобы мы жили в доставке и имели более, нежели мы сами себе желаем. Он боится только за нас, чтобы богатство, которое приходит к нам, не забрал на нас от Бога. Я всегда говорю, Бог в этой жизни дал человеку любовь, дьявол в этой жизни пришел и дал человеку деньги. И вот если любовь встает на первом месте, то все остальное, и богатство, и слава, дополняют. Но если деньги встают на первом месте в нашей жизни, а любовь уходит на второе место, мы теряем все. И единственное, что я сказал, может, мы будем иметь много денег, но счастливы мы никогда не будем. Однажды, дорогие братья и сестры, я услышал одну притчу. Один парень имел трех друзей. Двух он очень сильно любил, а третьего, ну, так, как когда-нибудь. Вот, и даже невзряя на него никакого внимания, сильно не определяя, и не уделял ему времени, этому третьему другу. Но вот однажды городской судья призвал его на суд. Потому что он начал его призывать на суд, а осуждать его по делам его. И он пришел к самому любимому другу и начал просить, пошли со мной, я боюсь, не страшно. И этот сказал, о, нет, я не могу, я занят. Второй друг, которого он тоже любил, он к нему начал просить, пошли со мной. И он сказал, ну, я могу с тобой пойти только до двери, дальше я пойти с тобой не могу. И вот он с печальным сердцем приходит к третьему другу и сказал, пошли со мной, я очень боюсь, мне нужна твоя поддержка. Но этот третий друг не только согласился пойти с ним, но он на суде опронтал его и сделал так, что судья его отпустил. Дорогие братья и сестры, вот эта история. Первый друг, который отказался от него, это деньги. Мы любим деньги очень сильно. Мы гонимся за богатство. Но когда приходит смерть, мы видим, что как бы человек ни старался, сколько бы он денег ни тратил на медицину, сколько бы он ни отдыхал и пробовал спасти себя, а не сможет купить ни одного дня, чтобы жизнь его продолжилась. Второй друг, дорогие братья и сестры, это слава. Как долго слава идет за нами? Вот, когда человек умирает, это слава идет только до гроба и до рожения. Вот только люди вспоминают, когда вот человек возле гроба, и все вспоминают, какой хороший человек был. Но проходит время, и люди забывают о нем. И вот этот третий друг, дорогие братья и сестры, это наша вера, к которой мы идем по жизни. И эта вера спасает нас среди этой суеты, в которой мы сейчас живем вместе с вами. Мы гонимся за каким-то богатым, за славой. И не смотрим на то, что важнее, что есть важнее в нашей жизни. А важнее всего, дорогие братья и сестры, это есть вы. Мы очень дорого куплены кровью Спасителя на кресте. И Он ждет от нас не жертвы, Он ждет в нашей сердце, нашей любви и наших добрых дел. И вот эта вера, как этот человек, он по жизни суетился, и третьего друга он не сильно любил, но знал, что он есть. И вот когда пришла к нему беда, он обратился к нему. И Господь через его веру дал ему спасение, спас его от судей. И дал ему надежду, что в жизни все будет хорошо. Наши люди всегда бегут в храм Божий, когда уже что-то случится. Но я всегда говорю, зачем ждать, пока придет беда? Неужели нельзя прийти и дать Богу благодарение и испытать Господи? Спасибо Тебе за то, что я сейчас имею. Спасибо Тебе за семью, за жену, за мужа, за детей. Спасибо Тебе за хлеб насущный. Пожалуйста, благослови нас. Дай нам веру, дай нам любовь, дай нам надежду и спасение. И благослови нас на следующей неделе. Верьте, дорогие братья и сестры, Господь настолько любит нас, что Он всегда приходит, спасает, милует и благословляет.